Мы пришли в белорусскую клинику получать результаты наших анализов, точнее сдавать анализы на ковид, потому что мы так и не поняли, нужно ли для пересечения поиска границы иметь PCR-тест. Они сказали нам, что мы-то вам, конечно, бланк выдадим, но он такой, типа, ну, не очень. Нормальный бланк через 4 часа забирайте, а нам уже ехать надо. У них есть в этой клинике отделение в Бресте, но оно уже закроется к тому моменту, когда мы туда приедем. Поэтому мы едем в сторону Польши без результата PCR, в надежде, что мы где-то в Бресте сможем распечатать с e-mail эти результаты. Но зато нам дали ложку в ладошке, за то, что мы сдали этот тест. И мы на халяву будем понимать, что что-то. Будем надеяться, что нас пустят. Ну, если нет, в Беларуси тоже неплохо. Самый вкусный хот-дог, это хот-дог именно на заправке. Тоже на он. В целом, в Беларуси довольно комфортно. Здесь, в отличие от России, работает Apple Pay. Я могу платить своей грузинской картой везде, телефоном. Я немножко зажидел бабок на интернет. Надо было на своей Тиньковской симке купить интернет здесь на пару дней. Поэтому мы без 4G. Но навигация работает, в принципе, и ладно. Вчера прогнозы подтверждаются. В Беларуси просто довольно пусто. Здесь реально нет ничего. То есть, выезжаешь из Минска, луга, бесконечные пространства. Они довольно красивые. Вот здесь недалеко мы даже увидели ведь реки. Беларуси за зеленую энергию. Да, кстати, в Минске было очень много электрокаров. Реально, мы видели много Тесла, много заряда для них. Мы видели прикольно. Сам город мы толку заценить не успели. Мы его так проехали мельком. Особых особенностей в глаза не бросил. Аня поймала где-то интернет, и теперь она not available. Видимо, решила пообщаться с кем-то. В общем-то, дорога до Бреста тоже абсолютно веселая. Две полосы в каждую сторону. Сама дорога неплохая. Бывают, конечно, участки с заплатками, но для того, чтобы какая-то лютая жесть мы не наблюдали. Мы уже на полу пути до Бреста. Осталось 150 километров. Там мы должны распечатать наши ПЦР-тесты. Точнее, тесты на антитела. Ковида у нас, кстати, нет. Это хорошая новость. Лохая новость в том, что непонятно, где там все это распечатать. Но что-то где-то нашли. Попробуем. Будем надеяться, что поляков устроят размечатанный вариант, а не именно сам оригинал. Потому что отделение клиники, где мы делали тест в Бресте, работает до 13 сегодня. А время уже 12.42. Вообще нормально. Белорусы тоже больше, как европейцы, в воскресенье особо не работают. То есть они работают совсем чуть-чуть. Виды прикольные. Но достаточно однообразные. Поля, 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 поля. Леса. И никаких животных пока не видели. Ничего не было интересного. Пес. Спал. Но проснулся только что. Пес, тебе норм? Ну, походу норм. Время 21.48. Вы думаете, мы уже давно в Польше? Как бы не так. Мы все еще стоим на поиске белорусской границы. Тот пункт, который изначально был у нами запланирован, не работает. Поэтому мы все стоим тут на одном пункте. И прошло уже 4... Почти 5 часов, как мы тут стоим. И мне кажется, еще где-то столько же нам предстоит. Если я не начну быстрее пропускать. Поэтому пока что это самое стойное, что было в нашей поездке. Посмотрим, когда пройдем. Время 0.03. Мы уже достаточно недалеко от границы. Скоро, я думаю, поедем. Полчаса-час. И мы уже поедем на осмотр. Пока что вон там автобусы приезжают. Видимо, их черед. Но вообще, я хотел показать вот это. Как вы думаете? Радио Z. Что это такое? А вот. Ну, гадали. Это польское новостное радио. День добрый. Отличное утро в городе Варшава. Хотелось бы сказать. Но, к сожалению, мы все еще в Беларуси. Брест. Это город на границе. Нас развернули на границе. Потому что мы русские. И в целом, поляки сказали, что пускают только в том случае, если у тебя есть ПМЖ. То есть, никакие временные виды на жительство ничего такое не канает. Поэтому единственный шанс на добраться до Европы на машине, это поехать через Литву. Потом уже оттуда в Польшу. Но придется сделать кривую, потратить еще два дня. Притом, что мы провели на границе 12 часов и сейчас отсыпались. Сейчас 13-23 дня. Мы только что вышли из отеля пожрать в Бресте. Поэтому, очевидно говоря, на границе с Литвой мы будем еще очень нескоро. И сколько мы там простоим, возможно, еще 12 часов. Это тоже загадка. В общем, не ездите через Польшу. Ну, пока что, да. Пока что они, видимо, что-то подзаблочили. Не знаю, сколько долго это продлится. На самом деле, это какая-то новая ситуация. Потому что я написала своему менеджеру. И она говорит, что только недавно граждане России пересекали польскую границу. Все у них было замечательно. Ну, видимо, то ли с 1 сентября, то ли что. Они закрыли несколько постов на оставшихся огромные очереди. Ну, как я уже говорил, мы поставили 12 часов. Ну, и, видимо, с этого же времени перестали пускать граждан России. Если не хотят, то, наверное, сжилисты в стране Евросоюза. Вообще, Брест нам очень нравится пока что. Виды здесь действительно прикольные. Очень все благородно, красиво. Вот это здание вообще пушка. Да и с той стороны тоже. Аня, что ты скажешь про Брест? Мне нравится. Я, правда, видела его только кусок. А еще в 6 утра рассвет у него случайно. Да, мы... Я вообще не помню, как мы приехали обратно в отель. Потому что мы ехали реально в 6 утра. Мы нашли где-то на островке, по-моему, этот отель. Даже ни номера, ничего нет. Мы просто в него приехали и сказали, мы их спать. Типа, вот деньги, покажите кровать. Ну, в принципе, кровать нам показали. В этом плане повезло. Место у них было. Даже с питомцем можно было. Блин, клево тут. Я вообще не планировал оказаться в Бресте. Но мне вот реально нравится эта площадь. Очень клевая. Вот там. Какие-то деревья балдежные. Аллейка. Бресте. Приключение из роа-трипа, у нас кончилась вода. Но он скулит, что хочет пить, а я встала вон там, а я пиздую по полю до заправки, потому что к ней надо подъехать. Прикольно. Так, гудсы куплены, видочки тут, конечно, просто шик. Натуральная идея из природы, это в Беларуси. Руидом посвящается. Главное, едешь по дороге, там за 30-40 километров стоять от машины, что-то невероятно удачное. Ну, правда, из-за правил нет. Мы очень долго ехали, но в итоге она только не по пути была. Музыка. 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 Рум-тур Вчера мы его скиднули, потому что пришли в номер абсолютно убитый в 6 утра и не было силы его делать Сегодня мы здесь видим такие карты Да, кстати, номер Гродно, третий город Беларуси Здесь абсолютно оборудованы, как Тайта В целом это скидер Встал, вернуться, посмотреть Ну, нашли большой телевизор, но тем не менее, тут не 20 км и уже большой Офигенная современная куртка Тут есть даже посуда, где она? Посуда моря Кайф Но, самое крутое в этом все Это Бау-у-у Я думаю здесь на рыб Это же кайф Просто окна в пол, обожаю окна в пол, здесь можно здесь чилить, смотреть, да, вписываться, и, кстати, именно по этим новым байдерам, калоскоричевах на джипси. Ну да, самая волшебная, самая волшебная в этих фарк, кто, но он боится, он боится, как он в пол, в граммах, мне там страшно, но самая волшебная в этих фарк, что и стоят они 50 евро за сутки, ну, белорусских боблях, конечно же. Ну ладно, поражает, мы только заехали, а мне уже умирается. Еще, короче, breaking news. Ну. Взял и только что сразу после мойки залез на кровать, типа я буду спать тут. Да будете спать вы? Я не знаю, но, примерно, я сплю тут, моя норма. Первую ночь в Минске он тоже спал с нами. Я – чисто influenza. Да. Сiosis. Аминь. Аминь. Т調查. Я, как раз. Т調查. Продолжение следует...